Да что этот толстый может знать, по поводу моей компетенции, да? Чтобы вы не подумали, что вот я сейчас... Мы че-своёшники ебаные. Да, да, да. Вы мне сами задаете вопрос, кто ты такой? Пизде на Олимпиях вторые места, три вторых месяца на Олимпии. Я к тебе обращалась, думала, что ты мне дашь какую-то методику, а у тебя просто создание дефицита. Создание дефицита. Нет, ты спрашиваешь, слушай, а почему мы вот это вот делаем, да? Знаешь, какой ответ спортсмен? Нет, я же делаю. Ну я же делаю, я же стал профессионалом. Хотите поучить? Мы вас ждем здесь. Так, ну что, приветствую вас, друзья. Это Роу Тужалипе 2024, а это у нас могучий, не жирный, а могучий папа. Поэтому сегодня у нас, и конечно же у нас сегодня тема. А, я. Пояснительная бригада. А, пояснительная бригада. Будем отвечать, ребята, за базар. Будем вам пояснять, почему мы вот так говорим, а не иначе. Ну и будем заодно с вас спрашивать, какого хера вы нам такие вопросы задаете вообще? Да, наконец-то наши ролики набрали хоть какие-то просмотры. Обзор Олимпии и последний ролик по курсу набрал просмотры, которые хотя бы радуют. Огромное вам спасибо. Обзор Олимпии как-то нарезку сделал, где Дима либо спит, не уточнил. Не, вообще, максимально, максимально, максимально не нравится. А, это вот этот Крежанок, да? Да, ну у него кто-то ужасный. Да он вообще нередко. Дима, ну да, ну окей. Ребята, такая нарезка, я там тоже участвовал, кто смотрел прямой эфир, рос, я был чуть-чуть сонный. Но получилось круто. Круто. Я посмотрел. Да, получилось круто, это самое главное. И вы много лайков нам наставили, но и наставили много гневных адских комментариев. И сейчас мы эти комментарии обсудим и ответим вот лично наше мнение. Скажем, как они нас обижают. Ну, это не точно. Ну, это не точно. Сейчас очень важный дисклайм. Сразу. Значит, много ребят жаловались на то, что ролики последние были очень сжаты. Мы прыгали с мысля на мысль, почему так произошло. Ребят, мы хотели сделать короткий тайминг. Мы оговорились, видите, 20-ти минуты тайминг ролика. Из-за этого получилось достаточно скомканно. Потому что те темы, которые мы начали, то есть это вот анализы, это периодизация, их крайне сложно скомпоновать вот в этот маленький тайминг. Поэтому в этот раз мы тайминг отключаем, будем делать долгий ролик. Будем четко. Сколько получится. Да, сколько получится, будем четко пояснять, почему так, не иначе, почему там выбор препаратов был такой. Ну, сейчас на вопросы ваши поотвечаем. Чуть позже. Единственное, что, друзья мои, вот мы с Витей безумно открытые, контактные люди. Что он, что я, мы с вами с Аграми отвечаем. Ведь вообще стрим мы постоянно проводим. Руки положено, надо ставить. Так, кто-то хочет, чтобы его забанили к хуяму собачьим. Если вы хотите научить меня отменироваться, сначала результат своей формы. Кого нахуй подготовили из людей, чтобы они, блядь, накачались. Третье, хотя бы ваше образование, блядь, скиньте. Мы рады к диалогу с адекватными людьми, которые нам что-то говорят, ну, по факту, да? Изнаки-то вопросы интересны по факту, но отвечают на какие-то оскорбления. Слушайте, ребят, вот я вам скажу так. Вот я к таким людям отношусь очень просто. Есть такая штука, она называется чирик. Вот он чирик, внутри гнойничок, вот он говорит, зреет, 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 головка появляется, противная. А потом этот весь гной, бам, и на кого-то. И все, и чирик сдувается. И у него успокоение внутренней души. Прям вот тут вот хорошо ему, понимаешь? Ё-о-о-моё. Когда чирик бывает часто, да, может и карбун возникнуть. Это когда головка внутрь уходит, и весь гной идет внутрь, учет человеку, понимаешь? Ну да. Да ну нахуй! Вот, вот вы главное до этого не дойдите, ребят, что у вас слишком много гноя будет, которое вы не сможете на кого-то выплясывать, и все будет внутрь. Поэтому наша аудитория, вот наша качата, вы знаете, кто в комментариях пишет гадости, вы можете к ним подписывать. О, новый чирик у нас в группе, приветствую тебя. Поэтому мы к этому относимся, я лично отношусь к этому так, то есть спокойно. Я понимаю, что у человека, как, ну, что-то не так в жизни, понимаешь? То есть у человека есть самодостаточность. Это моя проблема. Да, вот, слушайте, вот я не могу представить, вот, да, мне 31 год, у меня двое детей, у меня масса забот, у меня много работы, чтобы я сел в комментариях к Вите, например, зашел и написал. Ну и кому-то. Да, пидо, крашеные ногти. Вот я посмотрю, что, да, крашеные ногти, скажу, ну, я, например, и не одобряю, да? Ну и чтоб я написал-то человеку, ну, мне все равно вообще, ну, вот, как я понимаю, что ему все равно, мое мнение, честно. Кто я такой, чтоб ему это говорить? Если бы я был его приятелем, близким, вот я бы тебе могу сказать, видеть, ну, ерундистика занимаешься, ну, опять-таки, мне все равно, ну, хоть-хоть ногти ты крась, хоть пищу в красный покрась, ну, вот, дело твое, вообще, Кира. Я от этого не другим человеком не стал. Абсолютно, Кира одобряет. Самое главное, чтоб у вас был баланс. Во всем остальном, что хочешь, что я делаю. Даже, может быть, родители, меня же родители не осуждают. Так, ну, потому что я понимаю, что это какая разница? Ты от этого хуже не стал, даже если бы здоровым был. Поступки мои хуже не стали от этого. И к кунтерам не уехал, и на наркотики не сел. В остальном, пожалуйста. Кажется, по-свою. Да, в остальном, пожалуйста, это дело твое. Обсуждение дефектов внешности, например, каких-то, да, там, я прыщик обсудим, да? Или же... Оторванный рукав. Да, 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 или у меня дырочка на футболке была, все, пиздец, ебки. Сам собирался, сам, ребят, на посмотрел, что отъем ему есть дырочка на футболке. Я же в критичный момент, у вас нет дырочки на футболке. В футболках рука, подалила клиентка, с Германии привезла. Этот самый дизайнерская крутая футболка, решил в ней сняться, не увидел дырочку, все, пиздец. Сам собирался, все, с женой поругались, женами больше не собирает. Вот, вот такой вот, я салазь, нахер найдешь чёрт. Да, далее, по поводу внешности. Друзья мои, вот почему-то к блогерам, да, относятся таким образом, что, типа, вот блогер всегда должен быть в пиздатой форме. Он же, блядь, снимается. Люди не думают, что у блогера могут быть проблемы личного характера, когда вообще не до тренировок. Да ладно, хуй с ним, пошло всё в пизду, сколько можно, блядь. У него может быть проблемы со здоровьем, мы не говорим о том, что эти проблемы со здоровьем связаны с фармакологией. Вот я перед предыдущим роликом переболел. Вот эти вирусы сейчас ходят дебильнейшие, которые химические. Когда ты три дня просто с кровати не встаешь. Вот я переболел, я похудел больше на 10 килограмм. Ну, вообще жестко, я тебе говорю, не ел, не пил, просто спал. Но при этом сниматься надо, мы же делаем контент для вас. Я приехал в этом состоянии и снимался. Начали писать, вот он, жирный, вот такой, сейчас к этой теме, кстати, мы вернемся, обязательно. Он жирный, в момент уже руки худые, ребят, да после болезни я помню, вот сейчас, чтобы вас никак не смущать, я делал кофту, вот видите, я подготовился. Симкин тоже, не к галшам, без сосочков видных, вот туда, ну да, согласен, да, но с длинным руком, чтобы вас не смущать, а больше вы смогли от наших оральных данных получить удовольствие. Если вам, вот вы, ну, у вас есть, что-то вам не нравится. Смотри, длинные волосы. Нет, смотри, ну, если есть в них жизненная потребность такая, ну, вот написать кляузу, да, ну, напиши. Ну, мы нормально, как мы, мы нормально, как мы отнесемся, ребят, напиши, братец, что этот толстый, этот худой, а вместе вы смесь братка-пидарас. Все, мы согласны, но суждаем. Да, ты, нет, мы, как ты сказал, вот свое мнение там, да, я вот, мне 34 года, вот в этом году 35 лет, я, ну, не знаю, никогда в жизни никого не осуждал и не обсуждал, и вообще мнение не строил, как он выглядит. Я всегда, ну, по поступкам судил человека. Мне кажется, это классный вам лайфхак. И второй момент, я люблю абсолютно любые комментарии, так что не стесняйтесь, пишите абсолютно все. Я люблю все. И когда вы мне пишите, какая у тебя олимпия, я понимаю, что за той стороной экрана сидит человек, который вообще не разбирается в бодибилдинге. Вот это очень много было, что у тебя, я, кстати, телеграм, ты, смотри, кстати, телеграм, увидите, я там тоже нахожусь, можете там задавать вопросы, я на них иногда отвечаю, вот мы там все обсуждаем. А, значит, и в телеграме, и в ютубе было много комментариев, советов нам. А, да, да, по подбору препаратов. Это отдельный вечер момент. Вот, я сейчас скажу, вот по подбору препаратов, что мы неправильно подобрали препараты, мы неправильно подобрали аптеку, и зачем вам литрозол, когда есть аромазин, и зачем вам пропионат, когда есть опионат, и вот все подобное. Значит, смотрите, ребят, так уж получилось, что в жизни мне попадались достаточно авторитетные для меня люди, от которых я учился. Я сам очень упрямый и всегда считал, что я сам умный, но такие люди у меня попали в жизни, которые меня опустили на землю, сказали, Дима, нет, ты еще всего не можешь знать, лучше послушай, как знаешь. Учиться надо. Да, учиться надо, но учиться надо у людей, которые добились больше, чем ты. Авторитетный. Согласен. Вот смотрите, я, наверное, могу подытожить свою спортивную тренерскую карьеру, в следующем. У меня есть абсолютный чемпион Олимпия, Италия, Классик, Физик, абсолютный чемпион. Человек, который получил прокарту. Имеется. А Александр? Чемпион, да. Чемпион Олимпии, Таиланд. В этом году Паша. Далее, у меня есть, но это мы не берем в Секири, региональные соревнования, да? Это, ну, понятно, самый высокий. Да, мы самым, самый высокий, то, чем я на больше всего горжусь. То есть, более того, это не какие-то спортсмены, которых я знаю, там на подводочку взял, там, типа месяц повел и все. Нет, я их вел, грубо говоря, практически вот с ПКТ, с плохой формы и вывел вот в этот статус. Далее, из значимых. Олимпия, Вика, везде на Олимпиях вторые места, три вторых месяца на Олимпии. Чуть-чуть не хватает, по факту. Чуть-чуть не хватает, но там больше политика. Русский хочет сильно засаживать на Олимпиях. Я русский, блядь. Она везде участвовала на европейских. То есть, в Европе она везде, вот, везде вторые места у нее были. Ну, и, наверное, из-за одной из достижений, да, это главный консультант, чемпиона мира, чемпион Арнольд Классик, это Виктор Симкин. Вот, то есть, прессионал Абиби. Вот, да. Вот, наверное, это вот самые значимые события. Мы не берем, я говорю, еще раз там, чемпионов России, областных, этих всех не берем. Вот это самое значимое. Да, все-таки уже мировой уровень. Да, если у вас есть в достижениях больше, чем вот это, не вопрос. Ну, либо хотя бы, знаешь, либо хотя бы ты либо своей формой показал какой-то консультант. Подожди, своя форма, лично для меня, это не является показалом. Хотя бы, знаешь. Ты, если советуешь тренеру, ты знаешь, сам тренер классный. Ну, да. И ты, значит, вот больше чего-то добился. У меня, но, кстати, я согласен с тобой. Поэтому, если добился чего-то большего, не вопрос, напиши мне, либо Витя. Более того, мы пригласим тебя в ролик. Вместе с нами, да. И мы с тобой подискутируем. Почему? Что-то не по-другому. Как ты считаешь, как мы считаем. И, возможно, мы прислуж... Невозможно. А мы прислушаемся каким-то советом. Потому что, если человек такой компетенции, я только заучиться. Есть люди, которые, значит, нашу схему не воспринимают серьезно. И мы его пригласили сюда. Но, если ты не обладаешь всеми этими званиями, а смог сам спрогрессировать с 80 до 90 килограмм, и ты считаешь, что ты можешь учить меня, либо Витю чему-то, но это не совсем так. Ты на женном работаешь, там и есть клиент введёшь. Это как, знаете, как я буду сейчас миллионеру советовать. Слушай, да ты не туда инвестируешь. Сейчас мы, как Олегу Тинькову, пойдём, скажем, как... Да, братец, ты не туда инвестируешь, имя ими делает. Акстись! Ты меня прощаешь или нет? Ну, можешь просить меня. Опять же, я уверен, что у Олега Тинькова также есть консультанты, которые шарят, которых он прислушивается. Но далеко и мы, ребят. Мы в этой теме ничего не понимаем. Поэтому, друзья мои, если вы считаете, что мы должны именно прислушаться к вам, скажите, кто вы, да? Да, опять же, да кто это есть? Друзья мои, вот придите, просто не поленитесь, это не так сложно. Вот здесь, вот здесь на монтаже, пожалуйста, вставьте большими буквами мой инстаграм. Перейдите ко мне в инстаграм, посмотрите там хэштег Свасянов Тим и посмотрите, кого я готовил, с кем я работал, также, какие результаты добились. в актуальном есть Свасянов Тим, посмотрите, с кем я работал. У меня в линейке есть мои спортсмены, я уже 10 лет, 10 лет, это время бежит пиздец, осень, весна, каждый год, без пропусков, один год у меня был пропуск, вывожу спортсменов на сцену, ребят, там, когда-то больше чемпионов, когда-то меньше чемпионов, у меня есть и чемпионов Казахстана, и чемпионы Армении, то есть, ну, это в разных странах, и ну, я все-таки что-то знаю, ребята, плюс 5-то у меня есть медицинское образование, наслаиваться теоретической базой, поэтому что-то-то я знаю. Не, ну, в любом случае, давай, правда, хороший, понятное дело, мы же смотрим все-таки результат бодибилдинга. Вот, так я же говорю, вот, пожалуйста, ты можешь без медицинского образования быть, результат, ребятам будет, вот, Угринов, для меня показатель, человек сам не выступал, но, в плане знаний, вот, для меня, пожалуйста, если мне напишут, Угринов, что, скажем, вы херней занимаетесь? Ну, или скажет, Весь момент такой, он такой не скажет, вообще в жизни, он да, он скажет так, а почему так и не по-другому? он даже так не скажет, не, ну, даже если, он скажет, ну, такой тоже может быть, главное. Вот смотрите, что самое важное, в работе тренера, да, когда ведешь, особенно спортсмена по фармакологии, по подготовке к соревнованиям, главное, понимать логическую привязку, той или иных событий, той или иной фармакологии, к той или иной ситуации. К задачам и целям. Объясню, да, объясню, вот мне недавно, парень там, я его вел, а потом он ушел в какой-то проект, ну, это ютубовский, да, где ведет, значит, врач, тренер, еще кто-то, и он мне пишет, Дим, вот мне назначили, то есть устроенный нантат, аксандралоном, вот, врач, и я ему говорю, слушай, братец, ну, я вот не могу найти здесь логические привязки, я говорю, специалисту виднее, наверное, он как-то хочет, ну, что-то добиться. Вот он какой-то поставил задачу себе. Я не вижу в этом логической привязки, я вижу в этом только выкачали деньги за аксандралом, но он тоже здесь не в пизуне, в красную армию, ну, он не вяжет сюда никак вообще, коментат, задача и целям, которую он хотел решить, да, вот, я говорю, поэтому я не вижу с логической привязки, я говорю, спросил у специалиста, который тебя ведет, какой замысел, какой замысел, он в это заказывает. всегда сначала идет задача и цель, а потом уже все инструменты, тренировки, питание, фарма и так далее, там подобное. Потому что как человек приходит в фитнес-фигуру, а ты ему курс и тренировки по бодибилдинг, ты будешь качком. Я не хочу быть качком. Задача и цели, инструменты. Я хочу фитнес. Задача и цели, инструменты. Поэтому первым делом, когда он заполняет анкету, там у тебя, у меня, мы спрашиваем, что ты хочешь вообще, к чему мы идем? Я просто разговаривал. Подо что нам выстраивать макроцикл, микроцикл, что подстраивать вообще в периодизации? Конечно, только задачи и цели. Да, вот поэтому, ребят, вот с этим мы закрыли. Если вы компетентны, компетентнее нас, если вы более регалисты, чем мы. Хотите поучить, мы вас ждем здесь. Ребят, очень важный момент, чтобы вы не подумали, что вот я все равно... Мы ЧСВшники ебаные. Да, 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 что сиди так вот, чон там, блин. Ребят, я об этом не стал говорить, если бы вы мне это не предъявляли. Вы мне сами задайте вопрос, кто ты такой? Кто ты воин? Вот я объясню, кто я есть такой. Да, да. Ахиллес, сын Пелея. Вы зайдите, посмотрите, кто я в инстаграм. вы, может быть, сейчас ориентируйтесь на форму, на мою там сейчас. Ты бог с ним форму. Сейчас еще, ну, как бы, два года до выступления. так по факту. Более того, мы не закладываем, надо будет еще год возьмем. Конечно. Мы никуда не опаздываем, ребята. Задача какая? Задача отобраться и выступить. Вот сейчас мы к этому вопросу еще вернемся. Вот мы сейчас первый закрыли, по поводу на компетенции. Просто нашу, хочу очень-очень момент важный сказать. Как там писали? Да что этот толстый может знать? По поводу моей компетенции, да? Каких он там результатов говорит, когда он сам толстый сидит. Друзья мои, вот это огромная ошибка многих людей. Они обращаются к одному из топовых спортсменов. спортсмен обращаться с такой себе. Я сейчас расскажу мне прямо на практике, в этом случае. Обращайтесь к топовому спортсмену, который смог построить форму сам. Начинает у него вестись, не получает ни знаний, ни формы. А знаешь, почему? Знаешь, как вот... Потому что самое дело, я объясню. Вот они спрашивают, слушай, а почему мы вот это вот делаем, да? Наши хватит спортсмены. Не ждет. Ну я же делаю, я же стал профессионалом. В этом видео я расскажу абсолютно все нюансы касаемо тренировок плеч. Ну, да, такое мнение максимально... Вот это большая проблема. Я еще раз говорю, посмотрите Вячеслав Угринов, человек, который готовит каждый год по три, по четыре чемпиона в тяжах. Это самое сложное подготовку. Тяжелая подготовка, да. Это самое сложное. Самый сложный баланс, найти вот эти все ответвления. Человек ни разу не уступал. Выглядит как абсолютно обычный человек, кто ход с такими ногами, что приседать любит. Вот. В остальном обычный человек. Как вы вяжете компетенции с внешними данными? Ну, конечно. Вы посмотрите, самое главное портфолио тренера. То, о чем я говорил в своем интервью, Витя, посмотрите интервью, полчаса ваше время. Я знаю, чтобы вы дико заняты, но посмотрите, полчаса, и я как сам раз объясняю, что самое главное для тренера это ваше портфолио. Если вы работаете 10 лет, и вы кричите о том, что у меня стаж 10 лет, а за 10 лет у вас нет... Нет, ни результата спортсменов, не подготовили вы никого. Ну, или хотя бы до после ни одного нет. Я говорю, я говорю, результаты какие-то, другие просто обычные, там, похудейка, набор. У нас с тобой есть огромные, ну, преимущества над всеми вообще тренегами, которые есть. У нас огромное количество людей, которые до после сделали. Ну да. Слушай, у меня был случай, например, сейчас тут недавно я рассказывал, я на нем девочка обратилась ко мне, я ей все расписал, все спланировал, там, да, вот это самое, по питанию, все туда-сюда, она провелась месяц, за месяц, ей же тот не понравился, хотя сам понимаешь, что он туда за месяц. И знаешь, она что сказала? Я к тебе обращалась, думала, что ты мне дашь какую-то методику, а у тебя просто создание дефицита. Друзья мои, нету таких методик, это у Юры Спускуковского пока есть тайная методика. Не-не, у меня нет тайной методики, это читинг. Пришла пора поговорить о том, что такое читинг. Для того, чтобы человек похуде можно создать дефицит возвращаемся к основу загонения энергии закон физики на конца гонения чтоб человек набирал ему нужно создать это первый закон там где нами кстати это нужно создать профицит все друзья мои ну нету где другой магии как это сделать это уже зависит от комфорта подопечного то есть кому-то комфортнее там создавать например дефицит просто считая калории да хорошо кому-то кто-то хочет более гипертрофируемый мыши в окно отсюда он создает дефицит за счет подсчета бы жил хорошо кто-то кому-то удобнее например модифицированная кето диета не полноцени и медицинская кето диета обсудим если вам будет интересно мы прям отдельный ролик с того сделаем по поводу современных выпишем современные диеты которые создают вот голодание да и расскажем про плюсы и минусы и как это использую именно голодание этот период когда еще я бы еще воздержание взял задолбал этот вопрос от секса да тут мы уже разбирали бля вот диман еще раз надо ну невозможно но каждый стрим по 10 вопросов воздержания можно ли вообще нужно ли воздерживать но это просто не после него очень захочешь не воздерживаться пиши в комент да вы напишите мы сделаем прям отдельный ролик про диеты но и воздержание помощь у нас прям рубрика стала была разбор не я убежал я вот честно вот ты знаешь мне кажется не разбор мифов но смотрят они как-то сквозь пальцы это все смотрит надо прямо дать вот такой анонс будет признать нужно ли воздерживаться не воли и волик на пять минут ну типа вот вот такой на будет смотреть огромное спасибо что досмотрели до конца ролик получился не маленький как вы хотели ребят вы хотели много получайте много чтобы две части до главный спонсор роликов кстати это вы сами просто сейчас вы донатами набираете на новый ролик на ю тубе что за тема новая новый выпуск задано ну чтобы ролики выходили вы жену по факту сами сейчас собираете на ролике никто у них новый формат набирают ролик мне когда очень перепадет доната напишите симки ну что он что-то купил папа фэту стул купил вот он стул не купил нас еще собирали не купил купил себе ребята ну по факту быть молодцы красавцы собираете ролики выпускаем если я очень вкусно подобрить сразу потом ребят конечно компания one это спортивное питание которое я использую каждый день можно купить озон валберис официальный сайт и 26 магазинов сети brutal на сайте на сайт очень важно продаются всякие комбо наборы которые дешевле например протеин бацашки и шейки то есть такой набор новичка вы можете купить там по скидке у часто очень бывает и есть вот поэтому друзья мои на сайте выгоднее будет брать всегда знать этим всякие предложения и на балберис появляются на озон но вот с этим в сети магазинов brutal вот эти санкт-петербургу повезло там самые лучшие цены давай скажу честно я а я сейчас покупаю за свои денежки этот самый как называется спортивный цене one мне очень нравится бы сашки постоянно покупаю по три банки я что делаю я мониторю ценник че скажу ценник очень сильно отличается бывает и 1700 они ставят на бацашки но можно по фану попасть я вот за 800 рублей я тебе объясню почему на валберис да знаешь почему прям очень смотри там бывают акции акционные ну вот например неделя каких-то распродаж на валберис из-за этого ну валберис просто дает скидку он типа сам нам платит чтобы эту скидку поставить ну короче имеет пофиг на механизм ребят отслеживайте цены на там сильно не может я я я за 800 рублей брал по сразу три банки бацаш а до этого были 1700 1700 это нам это обычная цена вот а я проживусь тут рублей скажи конечно компании виктория ребят мы скоро выпустим сейчас новая коллекция выйдет худаков новые ремни суперкоты так что же мы не только все ссылки все есть опять вот вот не зря вы что виктор андреевич старый стал же пердун про telegram чуть не стал что здесь в телеграме аукцион и разыгрываю вещи от 2 от этого самого автора век привет да где можете урвать очень крутых за него были стартовая цена рубль за рубли как не урвать ну я ну по факту мой троцкий нет ну по факту нельзя ну ее перебью сразу поставить туда очень классный футбол который стоил подпиской пищи можно купить уже из 700 до 800 можно ребят аукцион тоже есть конечно играми до телегану во первых у нас в описании все слышали конечно же telegram заходите ребята у нас много было вопросов по онлайн курсы онлайн тренер с нуля и записывайтесь ребят смотрите тоже все ссылки в описании есть скоро этот курс стартанет и дмитрий севастьянов будет там преподавательным да я буду дмитрий севастьянов так что вся информация будет в описании хоть хочешь стать тренером онлайн с нуля по факту заходил в описании регистрируйся пока это бесплатно все встретимся в следующем ролике